Приветствую вас, дорогие мои зрители! Сегодня мой ролик для всех любителей фарфора. Сегодняшняя тема это маленькие десертные тарелочки. В основном десертные наборы делались следующим образом. Одна большая общая тарелка и к ней 6 маленьких индивидуальных тарелочек. Но очень часто до нашего времени доходят только вот эти вот маленькие индивидуальные фарфоровые тарелочки. Но иногда везет и попадается целый набор. Как, например, вот этот набор с очень красивыми цветами, похожими на... Что же это у нас? Это у нас георгины или это астры или это хризантемы. Наверное, хризантемы. Фирма, которая изготовила этот набор, носит имя Йохан Зельтман из города Вохотштраус, Бавария. Этот набор, это где-то примерно 60-е годы, может быть, чуть раньше. Видите, на нем нет золота. В таких натуральных, в натуральной цветовой гамме исполнен нежно-зеленый ободок по краю, который еще подчеркивает темный, темно-зеленый тонкий ободок. Два цветка и десертные индивидуальные маленькие тарелочки с одним оранжевым цветком в центре. И тоже, видите, зеленая у него такая окантовочка. Обычно эти наборы использовались для каких-то небольших сладостей, очень маленьких пирожных или конфет. Вот это ставилось на столик, может быть, на журнальный столик или на общий большой стол. И каждый мог себе взять вот такую маленькую тарелочку, положить себе конфетку, может быть, какие-то мелкие фрукты, виноград, может быть, маленькое пирожное. В общем, вот такие вот наборчики. Вот первый набор у меня с большой общей тарелкой, а остальные наборы, которые я покажу вам, они у меня только в виде вот таких вот маленьких, очень маленьких тарелочек. Вот, смотрите, это выглядит, по-моему, очень даже симпатично на столе, если так поставить. А если еще положить что-то вкусненькое на каждую тарелочку, на центральную и на эти маленькие, будет выглядеть еще лучше. Так, вот такой наборчик. Это была первая находка с блошиного рынка. А вот и следующий набор маленьких тарелочек. Видите, какие они маленькие? Вот прям вот на мою ладонь помещается. Золотая красивая кайма, цировка. Вот этот называется. Видите, на глянцевом золоте наложен такой красивый матовый рисунок из матового золота. Вот это все очень красиво переливается на свету. И в центре мы видим белую розу. Вот фирма, которая изготовила, изготовила этот набор, это Винтерлейн. Ну тоже примерно этим тарелочкам лет 50-60. Вот их сколько? Шесть штучек. Вот на некоторых тарелочках есть небольшие недостатки, утрата краски. Но мы рады уже и тому, что они дошли до нашего времени в таком виде. В общем-то, довольно таки замечательном. Да, и написано здесь, кстати, тоже на оборотной стороне. Белая роза. Так называется этот декор. Вот эти маленькие тарелочки вы уже видели в одном из моих самых первых роликов на YouTube. Но так как у меня сегодня тематический ролик, поэтому могут быть повторы. Так что смотрим эти тарелочки по второму разу. Но может быть для кого-то, для кого мой сегодняшний ролик первый, это будет и первый раз. Вот такие вот замечательные десертные маленькие тарелочки цвета слоновой кости или топленого молока, золотой каемкой и красивым рельефным краем. Замечательный букет, который еще называют мейсенским букетом. Эти тарелочки изготовлены на всемирно известной фирме, фирме Розенталь. Вот такие вот замечательные тарелочки. Следующий экспонат на сегодня. Вот такие вот тарелочки, прям очень совсем маленькие. необычные формы, золотая каемочка, приглушенные тона рисунка. Изображен здесь какой-то кустик с ягодами, судя по всему, который растет где-то на не очень плодородной почве, судя по всему, потому что растительности там мало. Вот такой вот кустик. Я думаю, что все-таки это ягодки. Может быть, это и цветочки, но все-таки прям очень похоже на ягодки. Я знаю, что у этого набора есть еще и большая тарелка, но она мне не досталась. Она разбилась по дороге. Разбилась она в посылке. Этот набор я покупала на аукционе eBay, немецком аукционе. Меня часто спрашивают, на каком аукционе я делаю покупки. Это немецкий eBay. Вот эти тарелочки дошли в целости и сохранности. Шесть штучек. Не кричащие цвета. Очень милый такой наборчик для конфеток к чаю или кофе. Спокойные такие пастельные тона и скромные тарелки. Далее у нас шесть очаровательных тарелочек с небольшими букетиками и золотыми узорами. Такие вот красивые фигурные края. Золотая каемочка, синяя каемочка, золотой рисунок и очаровательные букетики. Цвет также слоновой кости или топленого молока. Состояние замечательное. И фарфоровая фирма из города Райхенбах. Я тоже думаю, что им где-то 50 лет, как минимум. Они все одинаковые и все очень красивые и отлично сохранились. На озере у меня кричат бакланы. Не пугайтесь таких звуков. Они прилетели сейчас туда на рыбную ловлю и орут благематом, можно сказать. Просто кошмар какой-то. Какой фон у нас сегодня с вами звуковой. Вот эти тарелочки. Отличные. Сейчас очень популярные капкейки. Представьте, да, на такую тарелочку. Можно каждому положить. Замечательное пирожное. Замечательный кексик. Приготовленный, конечно же, своими руками. Такой вот красивый наборчик. Далее набор маленьких тарелочек, которые могут служить как тарелочками для сладостей, так и подставками под бокалы или подставками под горячие чашки. Под что-то горячее. То есть просто, чтобы не испортить, например, свой лакированный стол или красивую скатерть, вот такие тарелочки можно поставить на стол под бокалы или под кружки чашки с кофе или чаем. Замечательный декор. Называется он красная роза. Хотя мы видим, что эта роза скорее темно-розовая. Фирма, которая изготовила, это Фёрстенберг. И это имитация, вернее сказать, не имитация, а повтор рисунка фирмы Мейсон. У Мейсон есть знаменитый декор, вот этот, который называется красная роза. А вот этот декор почти полностью копирует его. Но это фирма Фёрстенберг. Ну и у Мейсон, естественно, это будет ручная роспись, а здесь у нас с вами деколь. Вот такие вот замечательные тарелочки, подставочки, под бокалы. Такая вот красота. Вот у меня есть ещё и другие части из этого замечательного сервиза. Вот в ближайшее время, или не очень ближайшее, я вам ещё буду показывать части этого сервиза. Но кто-то, возможно, вспомнит, тот, кто подписан на мой Инстаграм, я показывала части этого сервиза. А также в своих рецептах на YouTube-канале я использовала части этого сервиза. Так, убираем. И сразу же я покажу вам ещё один набор тарелочек, тоже из этой же серии и этого же изготовителя. Только они вот такие. Тоже, видимо, такую розочку. Давайте с вами сравним эти две тарелочки. Видите? Эта тарелочка более глубокая. А эта, вот на самом деле, подставка под бокал или чашку. А эти тарелочки уже можно использовать как десертные. Так, какая-то тут на них пыль образовалась за время лежания, которую я раньше не замечала. Вот, видите, вот такие вот красивые тарелочки. Тарелочки. Тарелочку. Продолжение следует... а теперь вот такая красота из прорезного фарфора фирмы линднер декор называется дизайн декор называется дрезденский дрезденский декор санет называется вот такие тончайшие просто изумительные по красоте и нежности маленькие тарелочки опять птицы у нас квакают с усиленным усердием посмотрите какая-то красота нежность и очарование белоснежный фарфор красивый такой ярко-розово-сиреневый рисунок очень они красивые и нежные видите какое состояние у них просто изумительное пользовались ими редко какой звон почти к хрустальный издают они видите зеленый этот ой зеленый золотой ободок он просто в нетронутом состоянии нигде не облезшие все они как новенькие извините что у меня иногда слова одно слово заплетается за другое просто голова если честно очень часто занята совсем другими вещами сейчас такое время сами понимаете я конечно стараюсь расслабиться когда делаю ролик и получать удовольствие но не всегда получается мысли иногда у меня из головы убегают в другом направлении вот такие вот красивые нежные тарелочки смотрите какая красота они просто прозрачные совершенно изумительная такой вот набор кстати у них не у всех одинаковое клеймо где-то я видела здесь одну или две а вот видите немножко другое клеймо но тоже эта же фирма да ну просто другая наверное другая партия вот трестом сонет и отметки декоратора такая вот красота и напоследок мои самые любимые тарелочки это вот такие вот тарелочки опять же подставки под бокалы чашки но я называю их тарелочками пусть будут тарелочки посмотрите фоном служит искусственный кракелюр а вот эти вот цветы цветочная композиция это ручная роспись ручная роспись с подписью автора видите вот такая вот красота фиалки летящая пчелка или шмель такая вот красота посмотрим сразу фирму которая их изготовила сделано в западной германии и фирма называется вехтерс бах тоже это довольно таки старые тарелочки тоже минимум 40 лет им возможно старше их шесть штук и на каждое из них разный рисунок посмотрите я очень часто ими любуюсь беру их и рассматриваю сижу долго каждую тарелочку рассматриваю следующее такие первоцветные изображены на ней это все ручная роспись повторяю изумительная тарелочки эти маленькие видите рисунки эти маленькие очень красивая я считаю бабочка на крокелюр на этих тарелочках это искусственный крокелюр специально покрывается таким вот такой глазурью под старину видите тоже на них нету золото каемочка синяя по краю ну какая это красота я уже не раз говорила что я просто обожаю такую красивую натуралистичную растительную тему фарфоре полевые цветы и так далее лесные цветы вот еще одна сценка но присмотритесь к бабочки у нее есть лицо такая вот шутка от художника милая деталь но она меня так радует всегда когда я рассматриваю эти тарелочки вот а здесь уже зелененький ободок по краю ну вот с этими тарелочками я никогда не расстанусь это просто моя любовь следующая тарелочка видите на каждой тарелочке есть какой-нибудь насекомое или пчелка или бабочка причем цветочки которые нарисованы это не фантазийные цветы все эти цветы растения существуют на самом деле я не знаю всех названий но вот эти желтенькие цветочки они тоже первыми появляются весной я забыла как они называют то ли лягушатник то ли еще как-то что-то такое но они так недолго цветут и быстренько одними из первых появляются и быстренько опять исчезают если это те цветы которые я имею ввиду вот показываю вам подольше чтобы тоже насладились этой красотой так же как и я так следующее осталось еще две вот это вот на каждой есть видите подпись автора подпись художника а здесь уже желтый ободочек по краю я считаю что довольно таки удачно выбран фон что это именно кракелюр сочетание это очень красиво даже можно сказать не сочетание как фон такой кракелюр рисунок выглядит на нем очень выигрышно и последняя тарелочка и также последняя тарелочка сегодня это вот это спасибо всем кто досмотрел мой ролик до конца огромное спасибо всем кто поставит лайк под этим видео конечно же если оно вам понравилось я желаю всем счастья весеннего настроения несмотря ни на что и оставайтесь все живы и здоровы дорогие мои зрители а также ваши родные и близкие пусть все у нас будет хорошо и до новых встреч в моих роликах пока пока пока